Добрый день! На этой неделе у нас в Казани проходит Всероссийская Олимпиада школьников по литературе. Это самое важное событие в жизни школьной литературы в нашей стране. И так замечательно, что в этом году заключительный этап проходит именно у нас, в нашем городе. И на базе Казанского федерального университета. Именно поэтому у нас в гостях оказались замечательные члены жюри из самых разных городов России, из разных самых университетов, высших учебных заведений. И двое из них сегодня у нас здесь в студии. Это Мария Марковна Гильфонд, доцент, руководитель направления филология, высшей школы экономики из кампуса Нижнего Новгорода. И Евгения Семеновна Обилюк, доцент института образования высшей школы экономики. Здравствуйте! И поскольку мы все филологи, то мы начнем наш разговор именно о преподавании литературы в школе. Вот есть такие вещи, которые, как кажется, знают все. И поэтому все вмешиваются, все руководят и все пытаются дать советы. И одна из таких тем, это как преподавать литературу в школе. Потому что все в школе учились, и всем кажется, что это просто, всем кажется, что они специалисты. Как вы считаете, стоит ли прислушиваться какому-то общему мнению? Или все-таки нужно спрашивать профессионалов? Или это все-таки действительно сложная вещь преподавания литературы в школе? Словом, на чем мне не нужно опираться? На общественное мнение, мнение профессионалов, чем вообще руководствоваться в этой сфере? Ну, знаете, Лея Ефимовна, я скажу так. Я, вот, вы меня представили как преподаватель высшей школы, но большую часть жизни я работаю с детьми. И работала в студии литературного творчества, и работаю в школе и сейчас параллельно с высшей школой экономики. Я могу сказать, что я сама себя часто спрашиваю, как преподавать? То есть я не могу сказать, что у меня всегда на все есть ответы. И каждый раз идешь немножко по-новому. И потому что дети разные. И потому что время за окном у нас другое. И потому что мне будет неинтересно. Да, я сегодня не такая, какая я вчера. И мне, наверное, будет неинтересно, если я буду ступать шаг в шаг на этом пути. То есть на самом деле надо всегда искать. Поэтому общего мнения здесь быть просто не может. Есть традиции, да, но есть твой собственный путь, который очень во многом зависит от того, какие у тебя сегодня дети и какие они сейчас читатели. Ну, понятно, если речь идет о конкретном учителе и о конкретных детях. Но ведь есть какие-то общие принципы преподавания литературы в школе. У нас есть общие учебники, у нас есть программы, у нас есть стандарты. Понятно, что каждый учитель должен ориентироваться на конкретную ситуацию. Но какие-то общие принципы страна, наверное, должна выработать. Кого мы здесь должны слушать? Родителей, учителей, министров, таксистов, которые тоже любят высказываться на эту тему, кстати. Кого? Ну, я думаю, что каждый из нас, при всем при том, еще знает, для чего он это делает. И, в общем, эти задачи как-то не определены. Тут-то мы согласились. И когда мы выбираем, как нам идти сегодня и как нам идти завтра, то, я думаю, нужно все время сверять это с этой задачей. Все равно, понимаете? Ну, вроде бы, вы говорите о том, что да, есть учебники, есть что-то еще. А между тем, учителя идут по-разному. Очень многие идут, ну, вот таким, знаете, лекционным путем. Вот они рассказывают, а ребенок должен повторять. А на самом деле мы все уже давно договорились, нужно идти совершенно иначе. И вместе с ребенком читать. А вместе, вроде бы, и не все договорились. То есть договоренностей не так уж много. Вот я согласна, что их немного на самом деле. Это на самом деле совершенно непонятно. Как сейчас преподавать литературу? Как ее преподавать сейчас не так, как раньше? Или так же, как раньше? Вот как нам быть так же, как мы учились в советской школе? Или не так? Вы знаете, я училась в филологическом классе, в филологическом факультете МГУ. И я не считаю, что нас так хорошо учили. Хотя к нам приходили замечательные преподаватели, часто читали лекции. Потому что мы тоже шли от каких-то общих закономерностей, общих каких-то, вы видите, от учебника. А нужно идти от текста, который сложный и который хочется понять и полюбить его. Вот в этом бы нам всем договориться. Мне кажется, тут тоже, наверное, немножко надо сказать о своем опыте. Потому что мне, в общем-то, повезло и с учителем литературы. И с тем временем, когда я заканчивала в школу, мои старшие классы, это конец 80-х, начало 90-х. И то, что только-только начала публиковаться, возвращенная литература, мы это читали и обсуждали. Это не всегда было на глубоком эстетическом уровне. Это не всегда было, ну, очень последовательно простроено. Но было представление о том, что какой-то литературный процесс, пусть возвращение литературы, но он творится, он происходит на твоих глазах. И я помню, что мы это в большой степени ощущали. И учительница наша уже в 89-м, кажется, году, то есть это наш 8-й класс, запретила нам пользоваться учебниками по литературе. Но надо вспомнить, что учебники тогда были отделены от художественных текстов. Тексты на урок приносились обязательно, а учебники можно было в начале года вернуть в школьную библиотеку. Что было вообще поступком смелым и неординарным. Поэтому учились тоже все очень по-разному. Мне хотелось бы сказать о том, что родители сейчас иногда чрезвычайно идеализируют ситуацию. И говорят, вот мы в школе читали «Войну и мир», и пускай дети тоже читают. Дорогие, вот тут хочется воскликнуть. Скорее всего, в школе вы не читали «Войну и мир». Если это девочки, то листались страницы, где описывались баллы, там и светская жизнь. Если мальчики, увлеченные историей, мальчики читали исторические главы. Остальные не читали ничего или на переменах пересказывали это друг другу. Готовых сочинений не было. Но, тем не менее, все прекрасно знали, что надо написать для того, чтобы это сочинение было признано. Вот мне кажется, первая такая конвенция, внутренняя, родительская, нам кажется, что мы изучали литературу. Мы изучали некие общие топики в рамках разговора о литературе. Для того, чтобы двигаться дальше, надо это признать. Для сочинения переписывала послесловие к полному собранию сочинения Тургенева. И он переписал 10 страниц, у него было больше ошибок. Он получил 3. А его однокашник переписал всего 5 страниц, у него было меньше ошибок. Он получил 5. Да, а у нас перед выпускным сочинением заучивали наизусть какой-то фрагмент из предисловия к Толстому. Потому что знали, что свободная тема по Толстому бывает каждый год. И женские образы в романе Толстого написать, наверное, сможет любой. Поэтому это такая условность, что нас учили очень хорошо. Если нам очень повезло, мы что-то прочитали. Но далеко не всегда это реально было. И второе, все-таки надо понимать, что время действительно движется очень быстро. И школьному уроку литературы чрезвычайно сложно конкурировать с интернетом, с открытой образовательной средой, с порталами Арзамаса и Постнаука, с открытыми лекциями. То есть если школьник хочет учиться самостоятельно, он это может делать помимо школьного урока литературы. И мне кажется, что задача учителя в этом плане как раз, во-первых, показать ему эти возможности. И во-вторых, что принципиально важно, научить его этому учиться. Создать в нем эту потребность. Мы сейчас делаем что? Мы предлагаем ученику, ну, в общем, некоторую подмену. Мы создаем в его сознании такую иллюзию, что он знает литературу. Потому что он знает краткое содержание всех произведений. А хотелось бы, чтобы он умел задавать вопросы к этим произведениям. Чтобы он замечал, что он не понимает, как это читает. Хорошо. А как это сделать? То есть тогда мне ведется один путь. Медленное чтение. Медленное чтение учителя вместо с учеником, чтобы сначала показать ему, и как учитель задает эти вопросы к тексту, или к самому себе, или к другим людям, читателям. А потом постепенно научить ученика это делать. Но, во-первых, не хватает часов. Во-вторых, дети в классе разные. В-третьих, наверное, родителям и министерству хочется, чтобы прошли как можно больше. Как это сделать, на ваш взгляд? Я, как учитель, делаю именно так, как вы говорите. Понимаете, когда мы с детьми читаем... Я называю детей... Да, потому что мы всегда называем детей. Да, старшеклассников, детьми, конечно, они бы это слышали, наверное, были бы... Как на репиаде мы называем наших участников ребенок. Да, да. Так вот, допустим, мы читаем станционного смотрителя Пушкина. Они прочитали дома. Вот они пришли в класс. И вижу, что они очень заинтересовались. Или, ну, может быть, кто-то заинтересовался, а кто-то нет. Я открываю на нужной мне странице и читаю им фразу, в которой говорится о том, что сам Сон Верин рассказал свою тяжелую историю приезжающему по надобности казенной титулярному советнику АГН. Рассказал о том, как съездил в Петербург, как увидел там Доню, как спустили его по лестнице, да. И о том, читаю, как почему-то вот этот Самсон Верин отирал после своего рассказа слезы, кои были вызваны там столькими-то кружками пива, которые он выпил на протяжении своего рассказа. Оказывается, что никто из них этого не заметил. И я спрашиваю, как вы думаете, почему? И при этом я им говорю, вы знаете, я точно ответа на этот вопрос, конечно, не знаю. Мне никто его не сообщал. И вот это почему, которое возникает передо мной, да, и перед ними, и которое, на самом деле, самого, казалось бы, незаинтересованного человека способна остановить и заставить задуматься, вот он так повисает в воздухе, и дальше начинаются эти почему от них, бесконечные почему. Так что не обращаю внимания на то, сколько времени у меня должно быть на этого станционного смотрителя, да, но с удовольствием читаю это с ними. Сама получаю удовольствие, и они тогда получают удовольствие. Вот это, мне кажется, очень важное слово, которое вы произнесли, получить удовольствие, потому что можно идти в полном соответствии с программой, где будет написано, например, Некрасов и народная доля в произведениях Некрасова, но это будет безумно скучно, и можно делать так, чтобы и учитель, и дети получали удовольствие от того, что они делают. Но иногда говорят, что урок литературы не должен быть удовольствием, это точно такой же урок, как математика, и это должна быть суровая, тяжелая работа над народной долей, в конце концов. Вот слово удовольствие, такой гедонизм при изучении литературы, это хорошо или плохо? А вы знаете, мне кажется, что нужно научиться и показать детям, тоже для этого вначале нужно, получать интеллектуальное удовольствие. Есть разные удовольствия. И от красоты, и от слова, которое вдруг ты заметил, там интересное какое-то, яркое, необычное, я не умею такое, вот так я не умею об этом сказать. Но и от понимания каких-то вещей, и сложных вещей, это в любом случае труд, если это серьезное чтение. Но вот хорошо бы испытывать радость от этого труда интеллектуального. Мне кажется, что литература дает такую возможность, и грех ее не воспользоваться. Ну вот сейчас еще, если мы вернемся к приемам преподавания литературы, часто говорят, что литература отмирает, потому что наступает эпоха визуального взгляда на жизнь, эпоха телевидения, кино. Мы говорим о клиповом мышлении. Недавно очень такой хороший ученый университетский мне сказал, кто будет дальше читать вашего Евгения Онегина, скоро можно будет вставить чип в голову, и Евгений Онегин сразу окажется в голове. Когда-то он мне говорит, учили Евгения Онегина наизусть. У меня мама, кстати, когда-то знала всего Евгения Онегина наизусть, когда была школьницей. Так вот мне было сказано, никому не надо сейчас учить Евгения Онегина наизусть. Мы его сразу хоп, и там все в голове окажется. То есть вот с этим клиповым мышлением, с цифровым образованием и всем прочим, может быть, действительно литература не нужна? Зря мы их учим этому интеллектуальному удовольствию. Зачем оно? Или, в принципе, вот с этим клиповым подходом нам надо к ним подстраиваться? Ведь литература, собственно, разрушает клиповое мышление, если мы ее преподаем, если мы по-настоящему их учим в литературе. То есть тогда мы их научим чему-то такому, что будет мешать им жить в современном мире. Почему же мешать? Если позволите. Во-первых, мне не кажется, что будет мешать. И осознание, знание Евгения Онегина, оно не равно знанию Евгения Онегина наизусть. Ну, в общем, как минимум, равно пониманию. И в этом смысле очень удачно показать, как с одной строфой Евгения Онегина, ну, вот на то, чтобы прочитать одну строфу, пусть даже первую, действительно уходит урок. Начиная там с того, что все говорят, ну, что мы Евгения Онегина не знаем. Вот мой дядя самых честных правил. Мой дядя самых честных правил, как мы понимаем, это цитата из басни «Крылова осел». Это едущий из Петербурга в деревню Онегин размышляет о своем дядюшке, ненароком его сравнивая с героем Крыловской басни. И вот это уже тот слой, который нам совершенно не открывается с первого раза. И когда мы, допустим, школьникам предлагаем такое домашнее задание, сделайте визуальный комментарий, или даже не визуальный, а вот такой интерактивный комментарий к одной строфе Евгения Онегина. Так, чтобы при подводке курсора у вас каждая строчка вспыхивала тем, к чему она отсылает. Да, это может быть комментарий визуальный, потому что очень многие вещи, но мы просто себе не представляем, как он выглядит, там, «Янтарь на трупах Цереграда», «Что за фарфор и бронза на столе», «Что за духи в краненом хрустале». Это чрезвычайно интересно, вот этот бытовой комментарий, бытовой контекст, и учаясь сработать, может быть, даже с одной строфой, с каким-то небольшим фрагментом текста, действительно, школьник учится и на этом уровне. Он задает себе эти вопросы, он погружается в быт, в культуру эпохи, и уже через это входит в какую-то ее внутреннюю составляющую. Ведь у уроков литературы очень важная задача, чтобы человек вообще научился понимать, что рядом с ним есть другой. Вот другой из другой эпохи, с другой системой мышления, с другой системой ценностей, представлений. И тогда он будет уметь видеть этого другого в том человеке, который рядом с ним. И это невозможно вложить в голову при помощи какого-то микрочипа. Такого чипа не придумано. И, кажется, цивилизация вообще не пойдет по этому пути. Но современный мир ведь направлен на себя, на себя любимого, на свой успех. Вот у меня недавно был очень интересный опыт. Я читала лекцию о литературе в ресторане. И там собралась такая компания, которая должна была сначала поесть, потом я им читала о Чехове, потом они продолжали есть. Был такой интересный эксперимент. Это, насколько я знаю, не один, не только с течением лекции о Чехове, но и с течением стихов и так далее. По разным ресторанам у нас были такие опыты интеллектуального общения. И компания молодых людей мне сказала, а это нам вообще неинтересно, это нам не нужно, потому что нам что нужно? Мы хотим достичь успеха, нам нужно получить работу, которая бы нам давала как можно больше денег. К 40 годам я хочу, сказал молодой человек, сидеть на набережной Венеции и пить кофе. Ваша литература мне в этом не поможет. Я, правда, ему попыталась сказать, что, во-первых, кофе будете пить по-другому в Венеции, если будете знать литературу, с другим удовольствием совершенно. А во-вторых, я сказала, что к 40 годам у вас будет очень серьезный кризис среднего возраста. И если вы не будете к этому моменту знать Чехова, то вы рухнете на этом кризисе, не прожив его до этого с помощью чеховских героев. Но он мне не поверил. Я бы сказала, что в другой компании он будет пить этот кофе. Отлично. Да, а я вспомнила героя Гроссмана, очень успешного по тем временам, физика Штрума, который думал о том, что на работу надо брать человека, задавая ему вопрос, какой рассказ Чехова у тебя любимый. Кстати говоря, у меня так сошлось. То есть работу своей мечты я получила, в том числе и ответив на этот вопрос. А какой? Студент. Как у самого автора? Как у самого автора, да. Загадан мне был архиерей. Ответил я студент. Ну, мне кажется, что это... В общем, типологически близко. А как бы вы ответили на вопрос, зачем современному человеку литература, если успеху жизненному она, казалось бы, не помогает? Ведь так считает огромное количество людей. Если мы заглянем в интернет, то там прямо все время в комментариях, зачем мне читать «Войну и мир», это мне вообще никак не поможет в жизни. Я думаю, что этот вопрос очень объемный, и ответов тут может быть много. Прежде всего, я бы, знаете, вот что сказала. Я согласилась бы с вами насчет кризиса среднего возраста. Для человека еще очень важно собственное, такое мироощущение, ощущение себя, да, вот каким ты себя чувствуешь. Литература дает возможность человеку получить опыт жизни в разных временах, в разных ситуациях, в разных ролях. Потому что, в общем-то, мы живем как? Мы ходим по одной дороге. Мы с детства идем в один и тот же класс, да? Потом мы ходим в одно и то же место на работу, там, и так далее. Конечно, мы сейчас можем побывать и туристами, и там, и поездить, и так далее. Но тоже надо увидеть, смотреть. И вот этот опыт проживания другого опыта литература дает удивительный. В общем, на разных уровнях. Тут не только картинка меняется, тут язык меняется, тут много что меняется. Самоощущение совершенно другое. Когда ты еще чувствуешь, что ты читаешь, и, кажется, начинаешь понимать, зачем это написано, ну, хотя бы приблизительно. А еще есть разные варианты. Ты испытываешь такое удовольствие, которое наполняет твою жизнь смыслом. Мне тоже как-то не кажется, что вот литература и чтение это такой удел маргиналов, потому что я знаю огромное количество действительно успешных, состоявшихся, реализовавших себя в жизни людей, читавших и читающих. Потому что, в конце концов, читать это, в том числе, ставить перед собой какие-то достаточно серьезные цели. И очень часто достаточно амбициозные. В этом плане человек, читавший «Войну и мир», выигрывает у человека, не читавшего. Он может на начальном этапе проиграть. А вот в конечном счете, мне кажется, что выигрывает. Потому что он умеет видеть других людей, он умеет понимать взаимосвязи между ними, он хорошо достаточно умеет продумывать причины и следствия, причем в нелинейной их последовательности. Это тот опыт, который дает литература. То есть мне кажется, что все-таки в конечном счете это определенный выигрыш. Ну и потом, наверное, мне кажется, я не зря сказала о компании, в которую ты попадаешь. Потому что невольно ты будешь совершенно другие требования к людям приявлять. И к себе в том числе. Надо, чтобы тебе было интересно с теми людьми, которыми ты себя окружаешь. Люди, читавшие «Войну и мир», я вас уверяю. Читавшие, вот серьезно читавшие, не для галочки, не для отметки в классе. Они совершенно другие. С ними интересно разговаривать. Ну у нас-то какая хорошая компания. В нашей с вами жизни бывает замечательно совершенно. Поэтому мы так и ждем Олимпиаду. Потому что мы неделю говорим все друг с другом совершенно на одном языке. И дети у нас уезжают после Олимпиады, рыдают, не потому что они выиграли и проиграли. Они за эту неделю успевают понять, в какой замечательной компании, в каком обществе они оказались. Друг с другом и с нами, и вообще со всеми. И с авторами. И с авторами. Которых они вдруг неожиданно для себя открыли. Потому что, в общем-то, это часто незнакомые. И чаще всего незнакомые авторы, незнакомые произведения. Ну вот вернемся опять к тем вопросам, которые чаще всего родители обсуждают. То есть одно дело то, что обсуждают дети по поводу преподавания литературы. Но вернемся к таким экспертам, или псевдоэкспертам, по-разному, как родители. Часто они говорят так. Вот школьный курс литературы, предложенный за 6 класс, за 7. Одни печальные произведения. Столько смертей в этих произведениях. Какой ужас читают наши дети. Где же радостные, счастливые тексты? Вы знаете, вот... Да, еще один маленький момент сразу. А потом ваше размышление. Недавно был текст в интернете, который постоянно перепущивали. Какой-то дамы, которая говорила, ну чему может научить русская литература? Особенно женщину. Никакого счастья там нет. Это под поезд, это изменило. У этой страдания должна быть литература, которая учит будущую женщину стать счастливой женой и матерью. Вот вы знаете, у меня как у мамы пятиклассницы пока, но есть действительно такой серьезный вопрос. Мне не нравится необилие смертей в литературе, необилие жестокости. Мне не нравится количество текстов, в которых жизнь одного человека подчеркнута, приносится в жертву. Это очень последовательно обсуждается. Какой-то высокой общей идеей. Условно говоря, мне не нравится традиционный подход к чтению Тараса Бульбы, при том, что Тарасу Бульбу, наверное, читать надо. Мне не нравится, когда в пятом классе задают вопрос о балладе Стивенсона, Вересского и Меда, в переводе Маршака. Почему Маршак это перевел в один из самых тяжелых годов войны, и отвечать надо исключительно, подчеркивая, значит, чрезвычайный героизм старика, который убивает собственного сына. Мне кажется, что все-таки в современном мире надо формировать несколько другое представление. О самоценности человеческой жизни. Это такой важнейший урок, который мы нашим детям в пятом, шестом, седьмом классе должны дать. Человеческая жизнь, их жизнь, жизнь их близких, это абсолютная самоценность. Нет более высокой идеи, идеи государства, какой-то идеологии и так далее, которой можно легко отдавать, ну, как минимум, жить своих близких. Вот это действительно такое серьезное возражение. Понятно, что это идеологическое наследие, которое у нас осталось, но мне кажется, что вот на этом этапе какие-то вещи бы стоило пересмотреть. Я с вами согласна, тем более, что вы здесь и преподаватель литературы, и мама одновременно во всех лицах. А, Евгения Семеновна, как вы считаете? Ну, с одной стороны, у нас есть такая традиция давать очень сложные и часто трагические произведения детям. И много можно услышать возражений не по возрасту, да, но эта традиция, она связана с тем, что пытаемся провести мы детей по каким-то очень таким сложным тропиночкам в произведении, потому даем сложные вещи. Но, с другой стороны, я считаю, что вовсе не нужно нагружать детей таким количеством трагических сюжетов. Может быть, и стоит, и не может быть, а точно стоит давать и другие вещи. Ну, например, какого-нибудь коваля, такого замечательного писателя, доступного детям по возрасту, но и художественно состоявшегося. Ну, я, собственно, никак не продолжала вот эту линию, связанную с разговором о самоценности человеческой жизни. Ну, я с этим соглашусь, безусловно. Это тоже очень важно. Очень важно. И хорошо бы, чтобы такую традицию мы тоже каким-то образом сумели в наше образование заложить. Ну, вот. У меня очень большие сомнения еще связаны именно с отбором поэтических текстов, потому что вот мы сейчас в девятом классе на Олимпиаде дали текст, в котором нет знаков припинания. И я знаю, что многие девятиклассники отказались о нем писать, потому что как же так, не бывает таких стихов, в которых нет знаков припинания. То есть для школьника обычно поэтический текст, это текст, который там написан четырех-пятистопным ямбом-хореем, с правильным чередованием мужских-женских рифм, ну и что-нибудь вот о природе, о родине, ну, к девятому классу уже и о любви иногда можно. А вообще-то формы поэзии, они многообразные. Есть чрезвычайно интересные, которыми действительно можно увлечь ребенка. И почему ребенок, который с удовольствием читает Вадима Левина или Михаила Яснова, в школе немедленно должен заучивать стихи, ну, часто таких второстепенных поэтов девятнадцатого века, в которых большая часть слов ему непонятна, а главное, совершенно не реагирует с его сознанием. Даже если не второстепенных. Даже если не второстепенных. Получается вот что, что ребенок готов к встрече только с теми авторами, о которых ему уже рассказывали. А, в общем-то, конечно, надо быть готовым и к совершенно неизвестным авторам, да, и вообще-то больше доверять себе и своему читательскому вкусу, который нужно как-то формировать и на встрече с незнакомыми авторами. Вот это, кстати, очень интересный вопрос, потому что и со школьниками, потому что я тоже работала очень много в школе и сейчас много работаю со школьниками. И даже в разговорах с нашими студентами, когда мы говорим о современной литературе, о современном искусстве, это потрясающе. Они оказываются более консервативными, чем мы. И наши студенты, вот я помню бурную дискуссию, которая у нас развернулась по поводу последней, сейчас уже трудно сказать, последней предпоследней Анны Карениной с Киренатли. Все преподаватели были просто в восторге. Все студенты насмерть стояли. Это разрушение классики. И как мы мне объясняли, что талантливо с классикой можно работать по-разному, вот стенка на стенку. Мне казалось, что это должно было быть наоборот. Студенты должны были нам доказывать, что это интересное произведение, да, талантливо, а мы должны были говорить, не разрушайте классику, не портите Анну Каренину. Получилось наоборот. Вот что делать? Это привычка к шаблону. А как с этим быть? Может быть, современной литературы давать больше в школе? Вот это самый нестандартный, шаблон разрушающий. Как ломать шаблоны? Знаете, я вот как раз в школе, я еще и в одной из Нижегородских гимназий работаю, веду курс современной русской литературы. Он двухлетний, по одному уроку в неделю, 10-11 класс. И вот обычно мы его строим так, что 10 класс посвящен позднесоветскому периоду, 60-е, 70-е, 80-е. А вот современная литература, она приходится на 11-й класс. И 11-й класс перегружен, поэтому мы обычно берем какие-то очень маленькие произведения, но мы их обсуждаем. Это нет требования обязательного чления. Есть форма круглых столов, например. Вот группа 5 человек прочитала одно произведение. Попробуйте убедить всех остальных в том, что имеет смысл это читать. Формы могут быть самые разные. И потом я проводила анкетирование, ребята пишут, что они в рамках этого курса успевают прочитать больше, чем в рамках основного литературного курса, потому что у них нет жесткого требования это прочесть. У меня нет такого курса, но я знаю, что когда я вдруг открываю для себя какой-то текст, я с этим текстом очень часто прихожу к детям. Я им заинтересовалась, и я показываю им, и мы читаем вместе. То есть можно найти программу, это здорово. Они помогают мне найти то, что я не нашла. Понимаете? Тут коллективный разум работает ведь совершенно замечательно, и этим надо пользоваться. Конечно. А если, например, будет принят какой-то четкий, жесткий стандарт, как об этом сейчас говорят и обсуждают, это за или против вот того, о чем мы с вами говорили по поводу того, что надо преподавать литературу по-новому, надо двигаться вперед, четкий список жестких произведений, четкие пункты программы, что нужно изучить в связи с этим произведением. Вот я думаю, Лизина, вы говорили о том, что ваши студенты были более консервативны, чем вы, да? Но вместе с тем сегодняшние студенты и сегодняшние школьники, они ведь очень не любят, чтобы им жестко указывали, что и как, и только так. И чувство такого сопротивления в них очень сильно. Поэтому я очень часто слышу от детей такие жесткие возражения. А почему я должен читать это? Я хочу вот... А давайте мы с вами поговорим вот об этом. Я это люблю. Другое дело, что, конечно, учитель может как-то это желание скорректировать и пойти от того, что, как ему кажется, вот сейчас этому ребенку стоит прочитать, тогда он будет готов к чему-то другому. Так и так далее. Но гибкость тут обязательно нужна. Иначе мы потеряем. В том числе мы потеряем интерес к классике, который мы можем сформировать. И классику потеряем. Ну что ж, хорошо. Спасибо большое. Спасибо нашим гостям. Я думаю, что наш разговор был интересен не только профессионалам, учителям литературы, но и детям, и, самое главное, родителям, которые тоже думают о том, как их дети будут читать и что они будут читать. Мне кажется, наша итоговая мысль о том, что изучение литературы это, прежде всего, свобода, это свобода преподавателя, свобода ученика, свобода чтения, свобода мышления, это то, что необходимо человеку для дальнейшей жизни. Вот это наша последняя мысль, она и есть, самое главное, это наш вывод, это и самое важное, что есть в жизни. Литература учит внутренней свободе, а поэтому она учит настоящей жизни. Спасибо большое всем. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова